Единоборство Впервые прошли межрегиональные соревнования на кубок абитуриента ННГУ по рукопашному бою. В этом году у нас добавились еще единоборцы. Это несколько другая история, потому что в этом году мы на факультете открыли новый профиль. Начали набирать ребят для того, чтобы готовить их как тренеров в единоборство. И открыли новый кафедр. Уже принято решение большим ученым советом. У нас появилась новая кафедра. И вот соревнования борцов, значит сейчас у нас рукопашный бой, в ноябре у нас будет греко-римская борьба. И здесь наша цель вот такая глобальная, это привлечение спортсменов, заинтересованность федерации для того, чтобы развивать как кафедру, так и может быть, ну так, это высоко, наверное, сделать такой центр единоборств. Для того, чтобы сюда приходили и хорошие ребята, спортсмены, для того, чтобы они, достигая результаты, могли получать хорошее образование, для того, чтобы продолжать работу своих тренеров. Это кубок абитуриента Нижегородского университета Милобачевского по рукопашному бою. Соревнование приурочено к организации на базе факультета физико-культуры и спорта новой кафедры «Спортивная тренировка в единоборстве». Принимают участие в возрастные категории 16-17-15 лет. Те, кто заканчивает школу или идет в 10 класс, в 10 класс учится. Представители самые различные, это практически вся Нижегородская область, также представлена Владимирская область, соседний наш регион. Кубок абитуриента собрал в стенах ВКС 50 юных спортсменов из 8 городов Нижегородской и Владимирской областей. А главное отличие этого турнира – дополнительные баллы при поступлении на любой факультет ННГУ, которые вместе с наградами получат все участники соревнований, независимо от места на пьедестале или в турнирной таблице. Этот турнир проводится, когда действительно первый раз, я считаю, он нужен для нашей области, потому что этот университет Лобачевска – один из самых мощных, я считаю, на данный момент в нашей области. Очень детишек, очень много учатся в нем. Здесь очень много достойных, хороших профессий получают они, которые им потребуются. И такие страны нужны, чтобы в дальнейшем они помогать для поступления. Ну и для службы в армии, в органах. Рукопадочный бой – это очень многофункциональный вид спорта, в котором сосредоточена как ударная техника, руками-ногами, так и бросковая техника. То есть он очень поможет потом в плане жизни. Я не имею в виду, что постоянно где-то на полкай махать. То есть он не только учит становиться физически сильным, но он еще учит, как становиться в гумстном плане сильным человеком. Потому что здесь не только надо по голове бить, нужно еще думать. В отличие от командных видов спорта, в единоборствах ответственность за каждый шаг лежит только на тебе. И винить в ошибочных действиях или поражении некого. Эти качества, несомненно, пригодятся и любому абитуриенту, и уж тем более студенту во время сессии. Ну а пока для этих ребят самое главное – возможность проверить себя на стойкость, выносливость и волю к победе при любых обстоятельствах. Рукопашный бой, он в первую очередь заставляет тоже думать, как провалить соперника, как ударить, так, чтобы тебе баллы начислены были, а соперника нет. Саморазвитие. То есть ты сможешь в любое время постоять из-за себя, из-за своих близких. Церемония награждения – это, конечно же, самый приятный момент любого турнира. И несмотря на то, что первый межрегиональный кубок абитуриента завершился, самое главное соревнование у всех его участников еще впереди.